Привет, друзья! В предыдущих видео я рассказывала о истории одомашивания в древнем мире, в средневековье и новое время. Если вы еще не успели посмотреть эти видео, ссылочки я оставлю в описании. В этом видео я расскажу, зачем американцы засунули харька в коллайдер, когда харьок появился в СССР и в каких спортивных играх он участвовал. Итак, поехали по Википедии. Новейшее время это период в истории человечества с 1918 года по настоящее время. В первой половине 20-го столетия к харькам как декоративным домашним животным появляется интерес, особенно в Европе, Северной Америке и Австралии. Зверьки для домашнего содержания часто берутся в звероферму. Сейчас харьки в Дании это те самые потомки, которых взяли в 1930-х годах с датских звероферм. Сегодня в США харьки занимают пятое место по популярности среди других домашних животных. В настоящее время в США нет популяции диких харьков. Единственный харек, который был завезен в США, это домашний харек, а не дикий. В новейшее время харьков продолжали использовать в качестве транспортеров. Они работали вместе с людьми в телефонных компаниях, освещали многие события по телевидению. Газета New Scientist сообщал, как нефтяники из Северного моря уговорили харька протянуть кабель по узкому каналу. Харек по имени Ниппер проложил телевизионные кабели через узкий подземный канал в Букингемском дворце, чтобы удовлетворить потребности зрителей во всем мире для трансляции свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году. Харьки были идеальным кандидатом для кабельного транспорта в трубах. Все, что нужно было сделать, это прицепить кабель к шлейке и направить харька в трубу. Вскоре харек окажется на другом конце трубы, но с приходом механизации машины заменили харьков и харьки снова остались без работы. Использование харьков для технологических проблем не ограничивается далеким прошлым. В 1971 году национальная лаборатория ускорителей Батавии штата Иллиной сэкономила тысячи долларов обученным харьком по имени Фелиция. Когда строили кольцевой ускоритель коллайдер и появилась потребность убрать металлические осколки из вакуумной трубы. Роберт Шелдон, британский инженер, предположил, что харек, оснащенный чистящим инструментом, могут справиться с этой проблемой. Харек прибыл специальной доставкой с фермы Wild Game and Fun Farm в Гейларде, штат Миннесота, и стоило 35 долларов. Они надели на шею Фелиции индивидуальный ошейник, а сзади подгузник. Какашки харька в трубе тоже оставили бы протон. К воротнику прикрепили шнурок. Фелиция протягивала веревку от одного конца трубы к другому, а затем инженеры прикрепляли к веревке тампон, смоченный в моющем средстве, и протирали его. Персонал Null обожал Фелицию, кормил ее курицей, печенью, рыбьими головами и сырым гамбургером, ее любимым блюдом. Некоторые сотрудники даже брали Фелицию к себе домой на ночь, когда на норковой ферме, на которой она обычно ночевала, не было для нее места. После десятка пробежек, когда туннели стали слишком длинными для ее комфорта, Фелиция вышла на пенсию и большую часть времени проводила в качестве домашнего питомца на норковой ферме. В 1999 году трио хорьков в стиле Spice Girl по имени Бетхэм, Пош и Бетти проложили телевизионные световые и звуковые кабели для британского концерта Millennium Concert в Гринвич парке в Лондоне. В начале того же года хорек по имени Мисти помог космическому командованию США установить связь с Центром предупреждения о ракетном нападении нового 2000 года на базе ВВС Петерсон, Колорадо. Подрядчикам было нелегко прокладывать провода и кабели через каналы под полом. Подполковник ВВС США Рэнди Блейсделл вспомнил историю из Офота, где хорьков использовали для протягивания проводов в ограниченном пространстве в самолетах времен Второй мировой войны. Затем он принес из дома своего домашнего хорька Мисти. Блейсделл обвязал пряжи вокруг живота килограммового хорька. Мисти промчалась по каналу, таща за собой пряжу, а затем пряжу использовали для протягивания проволоки. Сложное кропотливое задание, на выполнение которого у человека ушло бы несколько недель, было выполнено в течение часа. В 2002 году BBC сообщила об истории под названием «Терапия хорьками для больных детей» и описала, как доктор Джун МакНиколас возила двух своих хорьков навестить детей в больницах и школах в районе Уэст-Мидленд в Англии. Удивительно наблюдать, как люди вступили в партнерские отношения с животными и с большим успехом применяли их способности. Также не так давно хорек в Англии успел поучаствовать в экстремальном виде спорта, который называется хорек в штанах. Правила игры. Участник должен надежно завязать штанины брюк вокруг лодыжек, затем поместить двух хорьков с полным набором зубов в свои штаны и, наконец, надежно завязать пояс брюк. Если хорек укусит, вытолкнуть его можно только с внешней стороны штанов. Победителем становится тот, кто дольше всех продержится с хорьками в штанах. Нельзя использовать бандаж и трусы. Штаны должны быть не узкими, чтобы эти хорьки могли свободно переползать из одной штанины в другую. 72-летний шахтер-пенсионер Редж Меллар из Барцли 5 июля 1981 года установил мировой рекорд в 5 часов 26 минут. Редж увлекался этим занятием еще с юности, но не получал никакого признания, пока не установил мировой рекорд. Мужчина, в течение многих лет охотившись, привык держать их в штанах, чтобы они не мерзли и оставались сухими при работе в дождь. Хитрость Меллара заключалась в том, чтобы кормить хорьков досы, когда требовалось запускать их штаны. К счастью, этот странный вид спорта больше не распространен. С 1970-х годов разведение хорьков начинается и в СССР. Появляются новые отрасли звероводства – хорьководство. До этого хорьков добывали только в дикой природе. В 1971 году ученым зоологам из новосибирского академгородка Терновским из Чехосалакии привезли несколько фура. Именно по их рекомендациям в СССР начало развиваться клеточное звероводство. В 1978 году Терновский выводит гибрид между хорьками и норкой, которого называют хонориком. Хонорик, выделенный исключительно для целей пушной промышленности, быстро завоевывает популярность благодаря своему выдающемуся меху. Хонорик похож на норку и немного на темного соболя. Остевые волосы черные, подшерсток коричневый. Уши значительно больше, чем у норки, и окаймлены светлой полосочкой, как уши хорька. Хонорики вызвали сенсацию на выставках во многих странах. Они неоднократно награждались на выставках в СССР, благодаря своему необычному меху, более качественному, чем у норки. В течение нескольких лет выращивали хонориков на опытных биологических станциях и в некоторых фермерских хозяйствах. Но поскольку разведение этих животных было очень трудным, а популяция европейской норки сократилась, и к тому же хонорики имели агрессивный характер, оказалось, что разведение нецелесообразно и его прекратили. Супруги Терновские занимались изучением и гибридизацией коней, таких как фура, дикого хорька, степного хорька, европейской норки и других. Изучив гибридов фуры и черного хорька, Терновские выявили, что фура отлично передает свой доброжелательный нрав, плодовитость и миролюбивое отношение к человеку. Именно благодаря фура были выведены хорьки с лучшей репродуктивной способностью и лучшим качеством меха по сравнению с черным диким хорьком, но, к сожалению, это очень сильно повлияло на здоровье в худшую сторону. Благодаря гибридизации ученые смогли получить декоративных хорьков разных окрасов. В последнее время использование хорьков как пушных зверей посовместно сокращается и, надеюсь, скоро прекратится совсем. В наши же дома хорек начал ходить как домашний питомец только в середине 90-х годов. В 2002 году, когда количество хорьков начало неуклонно расти, стали организовываться клубы любителей этих необычных животных. Люди начали собирать информацию о здоровье, об особенностях ухода и содержании в основном из западных источников. В 2013 году на одной из ферм были организованы гонки на хорьках. Ферма одолжила 8 хорьков, чтобы четверо могли отдыхать, пока остальные четверо участвуют в гонках. И построили 40-фунтовую трассу из позрачных пластиковых труб. Посетители начали ставить ставки на одного из четырех хорьков, чтобы выиграть билет на ферму. Сейчас все любители этих необычных домашних животных стараются, чтобы им уделялось внимание не меньше, чем котам и собакам. Если понравилось видео, жмите пальчик вверх. Впереди еще будет много интересных познавательных видео, связанных с уходом, обустройством жилища. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok